Здравствуйте! По данным службы государственной статистики по Архангельской области, потребительские расходы жителей Поморья в 2012 году составили 12 596 рублей в месяц на душу населения. Среднедушевые потребительские расходы городских жителей на 15,1% выше сельских. При этом в городе больше тратят на покупку не продовольственных товаров и оплату услуг, а в сельской местности на покупку продуктов питания. А вот всегда ли мы составляем наш рацион, думая о своем здоровье? А в этих делах мы и поговорим сегодня с Ольгой Анциферовой, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры гигиены и медицинской экологии, деканом факультета медицинской профилактики Северного государственного медицинского университета. Здравствуйте, Ольга Анатольевна! Здравствуйте, Тамара! Лето припекает, погода, солнце, и, конечно, северяне стремятся насытить себя фруктами и овощами. Можно ли насытить себя витаминами впрок? Нет, насытить себя витаминами впрок – это невозможно. Фрукты и овощи содержат водорастворимые витамины, поэтому они должны употребляться ежедневно в течение всего года. В количествах, можно сказать, примерно фрукты где-то в зависимости от возраста 100-200 грамм, а овощи где-то в зависимости от возраста, опять же, 300-400 грамм, это не считая картофеля. То есть, если мы сейчас едим черешню килограммами, то это все равно, эти витамины, они у нас не отложатся нигде, да? Нет, насытить себя невозможно. Понятно, категорический ответ совершенно. Употребление экзотических и привозных овощей и фруктов северянам идут на пользу? У людей, проживающих в определенных климатических условиях, формируется определенный генетически закрепленный тип питания. И поэтому экзотические фрукты, может быть, они даже очень полезны, но тем не менее могут организмам восприниматься как враги, как аллергены. Поэтому очень нужно аккуратно подходить к экзотическим фруктам, особенно для детей. Да, то, что то южанину хорошо, то северянину смерть. В общем, это совершенно справедливо, да? Северянину, конечно, лучше употреблять продукты, ему более привычные. Значит, есть особенности питания у северян? Особенности питания... От чего это зависит? Особенности питания у северян, конечно же, есть. Это зависит и от того, что мы проживаем в определенных климатических условиях. На нас действуют такие вот факторы, не специфические, например, как повышенная космическая геомагнитная активность, да, и нам требуется, например, больше продуктов, содержащих антиоксидантные вещества. Кстати, вот многие витамины и минеральные вещества как раз оказывают антиоксидантное действие. Поэтому овощи, фрукты, конечно, очень полезны для питания. Ну и, конечно, например, если это зимний сезон, то холод. Холод, поэтому требуется, например, больше энергии, больше, например, соответственно, питательных веществ. Ну, конкретно, давайте вот по каким-то продуктам питания можете сказать, что северянину надо постоянно употреблять? Северянину. Северянину нужно употреблять конкретно. Например, все группы продуктов питания, они должны присутствовать ежедневно в его рационах. А вот я перейдю вас насчет мяса постоянно, да, споры. Вегетарианцы против, естественно, да, это... И север как-то учитывает вот эти вот изменения? Что же человек живет на севере? К мясу ему как относиться? Разные типы питания, которые сформированы, они как раз и определяют наше питание. Например, если, например, люди привыкли к мясу, и они едят мясо, да, то в целом это хорошо. В некоторых, например, странах мясо будет очень, например, неблагоприятно сказываться на его здоровье. А говорят, что нам наоборот вот нужно мясо, белки обязательно на севере? Мясо, конечно, нужно. И мясо тоже входит в полноценный суточный, должно входить в полноценный суточный рацион. Если человек, например, придерживается вегетарианских взглядах, то, конечно же, он не будет употреблять мясо, да, но, тем не менее, например, детям мясо в питании должно обязательно присутствовать мясо, потому что оно содержит все необходимые полезные вещества, и полноценный белок, и, кроме того, минеральные вещества антинемического комплекса, то есть для профилактики железодефицитной анемии. Мы вернемся к особенностям питания вот именно нас, которые проживают на севере. То есть вы говорите, что белок обязательно употреблять. Еще что? Конкретно, если из продуктов? Конкретно продукты, пример, обязательно ежедневно должны присутствовать в наших рационах молоко, молочные продукты. Например, молоко и кисломолочные продукты примерно 500-550 мл. Творог через день примерно грамм 100. Сыр тоже можно через день грамм 20. Больше не нужно. Сейчас можно записывать, да. Так. Овощи. Овощи, вот если взрослый человек, да, то от 400 грамм обязательно. Все равно каких? Да, но лучше, конечно же, если это будут наши привычные овощи. Свекла, морковка, капуста. И не считая картофеля, потому что картофель идет отдельно. То есть это продукт, который несколько отличается от других овощей. И картофель, допустим, взрослому человеку грамм 150 в день, да. Мужчине больше. Фрукты 200, 150-200 грамм. А какие фрукты? Фрукты... Персики, абрикосы? Конечно, лучше, если это будут фрукты по сезону. Для нас более привычные яблоки, более привычные груши. Если по сезону, конечно же, появляются персики, можно и персики, и черешни. Это также хорошие, полезные, например, фрукты и ягоды. Да, потому что если экзотические фрукты рассматривать, то, конечно же, более осторожно нужно подходить к питанию детей, детскому питанию. Например, из экзотических фруктов все-таки менее аллергенными свойствами обладают бананы. Поэтому их можно детям давать. Круглый год есть. Можно круглый год, да. И в определенных, например, с года, например, да. Киви, цитрусовые, как это ни странно, тоже менее аллергенными свойствами обладают. Поэтому также можно детям давать, если, например, нет предрасположенности. Это псевдоаллергическим реакциям, нет аллергии. Но, опять же, лет с 3-5 лет. Ананасы также с 3-5 лет. А вот, например, более такие экзотические фрукты, как папайя, манго, авокадо, то здесь уже лет 7, и то нужно очень аккуратно подходить к тому, действительно, не страдает ли ребенок какими-нибудь псевдоаллергическими реакциями. Да, но вот как раз лето – это путешествие, и далеко не только на даче, да, наш радиус распространяется дальше намного. И, конечно, там очень большой такой соблазн все это попробовать. И вот особенно вы уже сказали, что надо осторожно относиться к детскому питанию уже когда в путешествиях, да? Для детей смена климатического района – это уже нагрузка на его организм. И, конечно же, если еще и плюс питание какое-то новое для детей, да, будет использовано, то, конечно же, организм у ребенка становится очень сложно. То есть и новые климатические условия, и новые продукты питания предъявляют все-таки требования высокие к его адаптационным механизмам. Поэтому не нужно напрягать ребенка. Да и себя тоже, и свой заводок тоже. Поэтому пусть еда будет для него привычная. Тогда, я думаю, он будет более здоров. Ну и самому, наверное, тоже не стоит экспериментировать. Если ты никогда это не пробовал, как это на тебе скажется? Взрослому человеку хочется попробовать, конечно. Ребенку тоже хочется попробовать. Поэтому взрослый человек, он отвечает за себя сам, да? И понемножку он может попробовать, конечно же, различные экзотические фрукты. Кроме того, мы ведь себя пугаем вот этими содержанием пестицидов в заморских овощах и фруктах. Периодически возникают какие-то конфликты на этой почве у нас между даже странами. Что вы тут посоветуете, чтобы покупать овощи только у наших бабушек на рынке? Удобрения и пестициды используются для того, чтобы повысить урожай. И если, например, правильно, то есть вовремя, определенные сроки вносить удобрения, если, например, количество пестицидов и удобрений будет разрешенным, то тогда и количество, например, всех вредных вот этих веществ в продуктах питания не будет превышать допустимых значений. Это идеальная картина, да? Да, это идеальная картина. То есть очень многое зависит от наших производителей, от предпринимателей. И на них полностью лежит вся ответственность. Поэтому если они соблюдают законодательство, тогда мы можем покупать продукты питания, доброкачественные, в наших магазинах. Но мы-то никак особо не проверим. Не проверить. То есть здесь нужно, конечно, проводить лабораторные исследования. Да, ну, в общем-то, человеку тоже надо быть бдительным, да? Не покупать то, что, особенно скидки, когда вот цена подешевле, это же очень заманчиво. Да, то есть не надо брать, например, уже если скидки есть, например, допустим, подгнившие немножечко, да? Овощи или фрукты. Завержалые такие, да. То есть дряблые и так далее. То есть нужно смотреть, конечно же, вот именно на их внешний вид нужно смотреть. И не брать подпорченные продукты. И, кроме того, здесь еще есть такой вот важный тоже момент. Допустим, обработка фруктов, например, теми же пищевыми добавками, которые также увеличивают сроки хранения продуктов. Поэтому тоже нужно смотреть, особенно если вы выбираете детям, чтобы такой был более естественный внешний вид. А вот эти блестящие яблоки. И чтобы не жирная была поверхность. То есть вот на это нужно смотреть. Поэтому для ребенка, особенно, конечно, лучше выбрать более такое натуральное, естественно. Вот остановимся, остановимся, да, на питание детей. На ваш взгляд, в школах и в садах учитывают все особенности рациона? Все-таки тоже дети растут вот в наших климатических условиях, где недостаток солнца. Да, конечно. Питание и во всех детских учреждениях, и в школах, и в детских садах организовано в соответствии с требованиями, которые едины для России. То есть в соответствии с этими требованиями составлены рационы, которые полноценны, сбалансированы. Кроме того, питание детей по режиму обязательно должно проводиться. И в детских садах это соблюдается. В школах также, да. Но другой момент, это когда родители, например, родители должны работать с детьми. То есть родители должны сказать ребенку, что... Что овощи полезны. Да, и не только овощи, а вообще в целом нужно питаться в школе. И не только, например, вот один раз, но два раза. То есть чтобы ребенок и позавтракал в школе, это называется горячий завтрак. И после того, как он закончил уроки, тоже нужно ему пообедать. Ну, вы знаете, я ведь очень часто встречаю в буфетах школьных это булочки. Булочки и чай. Этого недостаточно. Да, не назовешь это сбалансированное питание. Это недостаточно. Конечно же, например, обед должен быть полноценный. Это должен быть салат. Это должен быть суп. Это либо кусочек мяса, либо рыбы. И гарнир, компот. Это обед, полноценный обед. Кроме того, объем порции тоже должен быть выдержан. Вы коснулись уже, как времена года влияют на наш выбор еды. А вот влияет ли возраст? Про детей мы хорошо уже так много сказали. Возраст влияет. То есть определенные потребности в питательных веществах и энергии, в зависимости от возраста, они определены также нормативным документом. То есть уже с возрастом стоит отказаться от чего? От каких продуктов питания? Ни от чего. Ни от чего? Ни от чего. То есть, например, думают, что с возрастом можно отказаться от молочных продуктов. Например, ребенок идет в школу и думает, что все, вроде бы как он уже подрос, можно отказываться от молочных продуктов. Или каш там, да? Да, или каш. Ни в коем случае. Ни в коем случае, потому что все продукты питания содержат определенный состав питательных веществ, пищевых веществ. И если мы, например, лишаем себя какой-то группы продуктов, то значит мы лишаем себя каких-то определенных пищевых веществ. Допустим, молочные продукты не употребляют дети или взрослые, значит проблема идет по обеспечению организма кальцием. А если мы что-то не употребляем, значит это причина для возникновения элементарного заболевания или фактор риска для какого-то хронического заболевания в будущем. Напрямую все это связано, да, наше здоровье, питание, конечно. Антистрессовый рацион для северян существует? Антистрессовый? Если учитывать, например, климатические условия, о которых я говорила, да, особенные климатические условия, которые все-таки предъявляют к нам такие требования жесткие, да, то, конечно же, вот нужно обязательно... Особенно вот сейчас перепады температур, да, летом, очень, наверное, сказываются и на сердечниках, давление скачет. Все-таки, наверное, овощи и фрукты, которые содержат витамины и минеральные вещества, которые обладают именно антиоксидантными действиями, да, они очень важны в питании. В любой сезон года и в том числе и летом. И для северян особенно важны. То есть мы защищаем вот этими антиоксидантными веществами наши клетки. А значит, мы в целом себя оберегаем в будущем и от тонкозаболеваний, и от сердечно-сосудистых заболеваний. Я не могу не задать дамский вопрос. Как относитесь к диетам? К диетам я отношусь как к тренировке. То есть, конечно, определенная тренировка организму нужна, но она должна быть разумной. Поэтому постоянно на диете сидеть нельзя, иначе мы просто-напросто навредим своему здоровью. Спасибо вам большое за содержательную беседу. В конце три коротких вопроса. Какую кухню предпочитаете? Вернее, кухню какой страны предпочитаете? Кухню я предпочитаю все-таки более северную. Северных стран. Нашу привычную? Да, нашу привычную. Блюдо, которое вы едите с удовольствием и которое вам никогда не надоест. Я очень люблю кальмары под майонезом. То есть, это северное, вы считаете? Нет, это не северное. Но, видимо, какая-то особенность определенная есть в моем рационе. Но майонез – это все-таки недостаточно полезный продукт, поэтому я употребляю это блюдо, любимое не так часто. Хотя я могу и без майонеза кальмара есть. Тем не менее, если бы я употребляла это чаще, каждый день, может быть, оно мне тоже надоело. Каких принципов питания придерживаетесь вы? Я думаю, что здесь нужно… Очень важный такой момент сказать о том, что все-таки уже с возрастом я понимаю, что нужно есть пищу чаще вареную, чем жареную. И я стараюсь теперь ограничивать все-таки потребление соли. То есть, меньше солить. Всем тоже этого советую? Да, и всем это советую. Спасибо, Ольга Анатольевна. Гостем программы была Ольга Анциферова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены и медицинской экологии, декан факультета медицинской профилактики Северного государственного медицинского университета. Великие и известные люди многоеобразно высказывались о питании и диете. Я выбрала афоризм немецкого философа Людвига Фейербаха. Всякий есть, что он ест. Вот такие дела. До свидания.